Продолжаются аресты в Беларуси. У нас, как всегда, в деревне Гадюкино дожди аресты. На этот раз, значит, кого схватили? Схватили главного специалиста Министерства образования. Ну, достаточно такого молодого, еще 35 лет, Сергея Наумчика. Значит, как всегда, значит, с пафосом, страшного шпиона в Министерстве образования нашли, что он якобы, значит, сливал информацию про белорусских судей или кого-то там. Сотрудничал с Черной книгой Беларуси. Что удивительно, с Черной книгой, которой руководил сам Губазик. Это смешно, конечно. И, значит, вот его схватили, наверное, будут шить дело какое-то. На время схватили очень известного бизнесмена, собственника компании А-100, Александра Центера. Это действительно в бизнесе человек культовый, в белорусском. Казалось, что неприкасаемый. Но вот, насколько стало известно, его тоже прихватили. Правда, потом отпустили. Не знаю, о чем там договорились. Да, это вот А-100 Девелопмент. Это новая боровая, собственно. Это пирс, это депо, это сеть заправок А-100 и т.д. и т.п. Вот. Вот он сидел в Америке, в Гарварде, тут не очень далеко. А потом на какое-то время ему надо было съездить в Беларусь, там его и прихватили. Дальше. Очень жалко, тоже взяли, значит, руководство агроусадьбы. Ну, во-первых, вот в Гродно схватили директора ночного клуба Колизей, Павла Богдана. Вот, тоже, я так понимаю, издевались. Схватили прямо в трусах, там положили на холодный пол. Ну, в общем, поиздевались. Схватили правозащитника Настю Лойку. Настя известный в правозащитной среде человек. В какое-то время сотрудничала с Весной. Вообще, замечательный, очень добрый, очень светлый человек. Вот тоже зачем-то ее опять прихватили, хотя брали уже до этого на административке. И еще вот этих из агроусадьбы. Сейчас, если найду, как зовут. Мелешкевич, по-моему. Тоже, замечательные, в общем, люди строили эту агроусадьбу, никого не трогали. И вот оказались, оказались, к сожалению, в тюрьме три человека. То есть, там типа за уход от налогов или что-то такое в этой агроусадьбе. Юрий Мелешкевич, да. Ну, Юрий Мелешкевич достаточно известный человек. Потому что он был в этой белорусском обществе охраны птиц, которые закрыли. Вот. Следующим, кого задержали, Александр Пархоменко, 27 лет. Тоже за участие в акциях. Парня вот задержали просто за то, что два года назад он там выходил на улицу. В общем, эта машина не останавливается. Не останавливается эта машина, к огромному сожалению, репрессивная. Сейчас будут уже заочные суды. Уже хотят там 300 лет дать Тихановской. Не знаю сколько, 100 лет кому там, Латушке. 150 лет Кобальковой и так далее. Плюс, вот первый, я так понимаю, суд будет, это Герасименя. Спортсменка. Наша гордость. Совершенно потрясающая плавчиха. Вот. Которая, ну, лицо Беларуси во многом спортивное. Александра Герасименя. Талантливейший человек. Кстати, у меня в кино снималось когда-то очень давно. А и, видите, сейчас, я так понимаю, станет первым фигурантом заочного суда. Такой новеллы от белорусского правосудия. Тебя судят без тебя. Ну, это, на их взгляд, вот это и есть действительно состязательный процесс. Как это записано и должно быть. Когда тебя судят без тебя. Я считаю, что надо уезжать тем людям, которые могут попасть под, конечно, эти жернова. Свою жизнь терять и жертвовать ей ради, там, звездочек на погонах белорусских силовиков не стоит. Просто уезжать. Далее. Какой фильм? Выше неба. Так. Наша власть боится Герасименью. Пишет Алла-Алла. Ну, да. Считает ее почему-то таким прям страшным врагом. Я удивляюсь этому. Ну, тогда уехали многие. Уехала Герасименя, уехала Эмилита Станюта. И огромное количество спортсменов поменяло свою юрисдикцию. Мы просто даже не знаем, какой отток талантливейших людей в спорте, в искусстве, в науке, в медицине произошел за эти два года. Сколько Беларусь потеряла талантов, по-настоящему, ну, вот, людей, которые составляют вот эту самую, самую талантливую часть общества. Ведь нация, это не просто там, вот, кто-то работает, кто-то, не знаю, служит, кто-то. Нация, это прежде всего твой вклад в мировой, ну, как бы, прогресс. Прогресс, а ты не можешь делать вклад в прогресс, если у тебя уезжают талантливые люди. Так. А, Б, легко сказать, уезжать. Ну, тут выбор такой, можно не уезжать, но можно сесть. Или все-таки попытаться уехать. Да, уже вот дело в отношении Александра Герасимени и Александра Пейкина. За призывы к санкциям. Призывали они, видите, или к санкциям. Хотя санкции ввели на данное должное только из-за действий самого Лукашенко. Это не Герасименя посадила борт Райнер и Неопейкин, да, это Лукашенко сделал. И это не Герасименя стала союзником России в агрессивной войне, это Лукашенко стал. И так далее. Это не Герасименя, там, какие-то репрессии в отношении людей проводят, да, как минимум. То есть санкции вводятся за то, что ты делаешь. Призывай, не призывай. Это, ну, как бы, твои действия вызывают эти санкции. Ну, так, кто самолет посадил? Того и санкции. Причем из Герасименя. Ну, вот будут судить, вот, я думаю, показательно. И учитывая, что и в очных судах нет оправдательных приговоров, в принципе нет. Я так понимаю, что не было ни одного случая оправдательного приговора, что, ну, хотя бы по статистике должно было случиться, по минимальной, не было. Ну, вот теперь, я так понимаю, в заочных судах там, в принципе, не может быть оправдательных приговоров, потому что там нет состязательности сторон, как таковой. И все, можно даже, мне кажется, суд не занимать сильно, а сразу, как бы, в один день, в один день решать эти вопросы. Так. Елена, хватают и садят, потом за выкуп отпускают. Или большие страфы назначают. Денежек нет в казне. Да, я думаю, что это такая серьезная статья о прибыли для многих. Так. Сколько еще замечательных людей в тюрьмах гнобят? Это правда. Это правда. Именно поэтому я вот здесь уговорил все-таки сделать белорусский вечер, посвященный белорусским политзаключенным. Он будет в декабре, в начале декабря. А я надеюсь, мы там сможем сделать большую дискуссию. Понятно, что война очень сильно отвлекает общественное внимание. Все про войну, как помочь Украине и так далее и тому подобное. Все понимают. Там действительно сейчас самое жаркое время. Там людей десятками тысяч угоняют в неволю. Там происходит депортация народов. Там происходит уничтожение украинского языка культуры на оккупированных территориях. Там рядом с тобой может упасть в любой момент дрон или взорваться ракета. И люди десятки, сотни тысяч потеряли жилье. Просто потеряли его полностью. Потеряли имущество. Понятно, что там очень много важнейших таких как дистанциальных проблем. Но мне кажется, каким-то образом надо помнить, что одновременно все эти автократии, все эти тираны держат тысячи людей в застенках и мучают их там. Я не фанат Навального, но я считаю, что он не должен сидеть, этот Навальный. Он ничего не совершил. У него нет никакого преступления. И они его пытались убить, отравить. Теперь они его пытаются убить этим режимом. В СИЗО, держав этих СИЗО и так далее. И то же самое с нашими политзаключенными. Что они там только не творят. Просто какой-то кошмар.